Модельное агентство Я родилась здесь в первом роддоме, жила в Крупском долгое время. С детства меня мама записала в модельную студию. Семи лет участвовала в различных показах, фотосессиях, съемке фильма даже были. И потом, соответственно, я приняла участие в конкурсе «Мисс Тверь» и захотела свою жизнь связать с моделем, с бизнесом. Открыла свою студию. Вот расскажи этот момент, как удалось все реализовать, потому что ты была моделью, ты участвовала в конкурсах красоты. И тут у тебя собственная модельная студия. Как получилось все? Ну, я к этому шла долго и, наверное, я даже не думала, что я открою свою студию. С детства это было как увлечение. Потом в 2008 году я приняла участие в конкурсе «Юная Мисс Тверь». Там я выиграла. И мечта такая уже, что когда я вырасту, поучаствовать в конкурсе «Мисс Тверь». И в 2012 году я приняла участие в конкурсе «Красоты». Я выиграла достаточно много титулов. Ну, и главный для меня был титул. Это «Мисс Тибирская губерния». После этого я принимала участие в различных показах, съемках. И потом меня через какое-то время пригласили ставить показы. И когда я начала их ставить, меня это уже заинтересовало. И потом у меня появилась мысль сделать модельную студию также и для девушек, и попробовать для детей. И тут у меня так все связи, связи. Вроде запустили школу и нашла преподавателей. И сначала мы работали при ДК. Потом у меня получилось по финансам снять зал. Ну, и так шел рост, рост. И теперь мы модельная студия. У нас занимаются дети с трех лет. И довольно-таки много направлений, много съемок. И спустя год, как мы проработали, мы стали владельцами Коэн-курса «Красоты» «Мисс Тверь». Поэтому уже шесть лет тоже мы его проводим. Ну, понятно, что к тебе в студию приходят десятки детей, молодых людей, как на обучение, так и на кастинге. Вот расскажи, по каким критериям вы определяете? Кто пройдет, да? У кого есть потенциал, какой-то шанс? И бывает ли так, что все-таки чутье оно подводит, не подводит? Ну, конечно, бывает так, да, что подводят наши мысли и планы. Но все-таки уже со временем я знаю рынок, да, я знаю, какие типажи требуются, кому реально в моих силах, да, дать какие-то заказы, а кому нет. Поэтому я смотрю на данные, на рост, на умение позировать, на умение участвовать в показах, в съемках и так далее. Смотрю на портфолио. У кого нет, да, наши студии это делают. И потом уже, сколько мы видим, да, потенциал, мы уже заключаем договор на работу. Расскажи об успехах, да, расскажи, наверняка это будут какие-то определенные имена, кто добился наибольшего успеха, наибольших каких-то контрактов, кто эти люди, кто эти лица, какие девушки или молодые люди? За 6 лет для меня лично самая успешная модель, да, с кем я работала, это Полина Шкваркина, это Мисс Тверя 2019 года. После ее победы у нас получилось заключить контракт с китайским модельным агентством. Она попала на крупные шоу, на хорошие съемки, она там заработала. Вот, также мы смогли ее отправить на неделю моды, там даже как неделя, день моды был, это в Катар. Она улетала на 3 дня и на 2 дня она улетала в Дубай на показ. Элисап, это известный бренд во всем мире, да, я думаю, его знают все. Вот, в Китае она работала очень много на шоу именно от Макс Мара. Я заметила, что очень много именно в Китае девушек едет работать моделями, а это почему, да, такая тенденция прослеживается? Ну, по контракту туда выгодно выезжать, потому что в Европу большое скопление моделей, много конкуренции. И тем моделям, у кого только, да, был стартап, им в Европе будет сложно. А в Азии это хороший шанс сделать портфолио и потом уже, да, с этим опытом уже ехать в Европу. От нас выезжала, это Анастасия Козлова, тоже мисс Тверь, она выезжала на контракт в Милан. Вот, она попала там на 2 показа на неделе моды, попала в журнал «Вгламур». Татьяна Почиска, мисс Тверь, она летала по контракту на работу в Таиланд. Ну, не секрет, что модельное агентство у многих ассоциируется, в том числе и с эскортом. Расскажи, как у вас с этим обстоит дело и, ну, часто ли к девушкам и к тебе в агентство обращаются с такими просьбами? Акционный вопрос. Ну, конечно, случаи были с обращением, но у нас такого нет. Никого из девочек, да, мы никуда не отправляем. И если вдруг мы замечаем такой случай, то мы с ней взрываем договор. Девочки это прекрасно все знают, у нас в этом плане все строго. А прописываете в контракте, да, этот модель? Мы прописываем пункт, что модель не имеет права сниматься топ-лес, да, и участвовать без голосования в каких-то мероприятиях. Поэтому если кто-то выбрал тот путь, то нам не по пути и все. В этом ничего страшного, да, нет. У каждого своя жизнь. Именно для студии, для нашей, для меня, да, это неприемлемо. Еще один такой стереотип, естественно, он есть с 90-х, там сначала нулевых, что? Ну, я опять же думаю, что конкурсы красоты куплены, покупаются призовые места и так далее. С этим как обстоит дело у вас? И опять же, ну, наверняка были случаи, когда приходит какой-то человек, говорит, я вот хочу для этой участницы купить место или какой-то титул и так далее. Вот, что у вас с этим? Ну, если честно, то за 6 лет у меня такого случая не было. Ко мне действительно никто не приходил. Либо знают, что со мной смысла нет разговаривать, да, на такие темы, потому что я думаю, что я себе показала, чем я занимаюсь и как я занимаюсь. Вот, стереотип такой был, мне кажется, он есть и будет, да, потому что всегда есть недовольные люди, кто недоволен той девушкой, да, кто выиграл. За 6 лет я могу сказать, что это честный конкурс, да, и были случаи, что когда мнения расходились, да, были споры насчет того, кто выиграет, да, но это жизнь. И всегда, в любом случае, мы с жюри приходили к какому-то к общему мнению, что устраивало всех. И для нас именно Мисс Тверь – это кто будет представлять регион. И помимо того, что она представляет регионы международных на конкурсах, мы ее и отправляем, да, на какие-то показы, съемки, на выставки. Мы заинтересованы в том, чтобы выиграла именно достойная, чтобы нам не стыдно было ее отправлять, и чтобы она год реально проработала, да, и на компанию, и на себя. Помимо вашего главного проекта, это конкурс красоты Мисс Тверь, есть еще другой крупный проект – это неделя моды. Есть ли такие бренды или дизайнеры, которые действительно после недели моды стали получать больше заказов и получили какой-то очень хороший положительный эффект? На неделю моды я, наверное, сделала, да, это 3 года назад. Я долго думала, что сделать для Твери такого, чтобы за несколько дней, да, были какие-то показы, шоу, чтобы люди приходили, чтобы смотрели что-то новое. И я хочу сказать, что с каждым годом, слава богу, у нас дизайнеров прибавляется, и магазинов, и шоурумов. Я думаю, что раз они приходят заново, то им это выгодно. Не было бы выгодно, я думаю, они бы не участвовали. И в этом году, нет, не в этом, да, а в сезоне на Ольне Синзима мне захотелось уже сделать это более масштабно. И мы нашли площадку, это в этажах, но мы не могли ее сделать, да, там в 3-4 дня, потому что по финансам нам это было сложно. И мы сделали за один день много показов. И, конечно, нам масштаб такой он понравился, но все-таки для, наверное, региона он крупный был, да. И сейчас мы в стадии подумать, как лучше делать, и как раз пока у нас есть время и пауза. Ситуация с коронавирусом очень катастрофически повлияла на бизнесы, малый и средний. Как у тебя ситуация обстоит? Ну, на наш бизнес она повлияла сильно, эта ситуация. На данный момент наша студия закрыта. Часть лекций делаем онлайн, чтобы хотя бы сохранить, да, зарплату преподавателей, мы не могли преподавать онлайн. И чтобы люди, да, не забыли, что есть такая студия, что мы есть, что мы работаем. Но в целом, именно как детская студия, мы не работаем от слова совсем. Все модели с основного состава пока отдыхают и ждут, когда ситуация как-то поменяется. Я понимаю, что о чем-то мечтать, планировать что-то сейчас бессмысленно, но тем не менее, вот давай попробуем помечтать, что бы ты хотела реализовать тогда, когда все уже нормализуется. Наверное, в планах именно на ближайшее будущее я хочу сделать студию не только с модельным направлением, да, но чтобы там были и танцевальные направления, также чтобы там была йога, комплекс, да, где каждый может для себя найти какое-то направление, как и для взрослых, так и для детей, да, и для девушек, и для юношей. Также я хочу сделать фотостудию именно мини, да, чтобы могли снимать у нас заказчики лукбуки. Именно та база, где мы можем все, что необходимо для рекламы делать. Вот, и, конечно, у меня в планах, мы уже и запустили, да, но у нас пока формат мини, я хочу сделать его более глобальным, это с прокатом с платьев, как на фотосессии, так и на мероприятии, на выпускные, на праздники, на корпоративы. А если что-то глобальное, например, да, подумать, да, где-то через пять? На данный момент пять лет мы запустим вот эту, а уже там через какое-то время в идеале я хочу сделать дом моды. Это уже более глобально, со своим залом для недели моды, да, там с различными магазинами, с вкусными кафе, со спортзалом. Ну, это уже в идеале прям. Я это вижу так. Женя, расскажи, где ты любишь гулять в Твери? Ну, в Твери у меня уже есть такой свой путь. Я начинаю с Трехсвятской, выхожу на нашу, на набережную и перехожу в горсад. Это прям вот, не знаю, мой путь уже много лет, да, и когда я выхожу из дома и хочу, да, попить кофе, либо прогуляться, я приезжаю на Трехсвятскую, ставлю автомобиль и пошла по своему по пути. Твой любимый ресторан, гастрономическое место в городе? С недавнего времени у меня появилось новое место, где я люблю проводить время, это ресторан Ривьера, потому что с видом на Волгу вкусная еда. Также я очень люблю ресторан от фабулы групп, да, ну, мы знаем, что мы там проводим и неделю моды, да, что это на Трехсвятской с прекрасным видом. В будни я люблю заезжать в таун, взять кофе, я думаю, это многие любят, вот, ну, а ночной клуб – это культура уже много-много лет. Какое из последних событий ты посетила в Тверье? Ну, из-за сложившейся, из-за ситуации, это было Мисс Тверь. Твое самое запоминающееся событие, связанное с Тверью? Ну, наверное, вот прям самое-самое, это, конечно, когда я приняла участие в Мисс Тверь и стала Мисс Тверьская губерния. Наверное, с детства, да, и с юношества я об этом думала, и когда это случилось, даже если я перееду, да, там, ну, вдруг, в другой регион, в страну, либо еще что-то, но мне Тверью будет всегда напоминать этот конкурс, потому что те эмоции, что были, их, я думаю, что забыть сложно. Конечно. Какое место в Твери ты посоветовала бы посетить человеку, который впервые приехал в наш город? Ну, кто приехал в Тверь, я советую заехать в дом Русиного Кжанова, это при въезде в Тверь. Вот, а потом, соответственно, прогуляться по моему маршруту, это на Трехсвятской, выйти на Намь, бережно зайти в городской сад. Что, на твой взгляд, в городе требует изменения? На мой взгляд, что необходимо сделать, это велодорожку по Гуэмороду Тверь, чтобы мы могли спокойно выезжать на велосипеде, да, в летнее или в теплое время, доехать до кафе, выпить кофе, покататься, выехать из дома, да, и доехать до какого-то пункта. Иногда бывает сложно. Вот хочется все-таки, чтобы это сделали, и тогда, мне кажется, наши жители приобщаться, да, к спорту. Какого места не хватает в Твери? Дом моды, не фэшн лук. А гордость Твери? Ну, мне кажется, на данный момент это Екатерининский дворец, что его отреставрировали. Я думаю, все, кто приезжают в Тверь и живут здесь, туда надо сходить и посмотреть. Печаль Твери? Речной. Я думаю, что его сделают. Я в это верю. И надеюсь, что это будет. Три имени, которые лично для тебя связаны с Тверью? Ну, для меня, наверное, это Афанасий Никитин, Михаил Круг и Екатерина Вторая. Ну, я не знаю, как-то у меня вот связаны с этими именами Тверь. И Тверь, она какая? Опиши в трех словах. Родная. Она уютная и привлекательная. Отлично. Хорошо, Женя, спасибо большое за интервью, за интересную беседу. Благодарю. Спасибо. Спасибо.